Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика Утепление деревянного дома, а точнее нужно ли вообще утеплять деревянный дом Или это все промысел каких-нибудь там, не знаю, производителей, продавцов, строителей Лишь бы только деньги заработать Ведь наши деды раньше строили без всяких этих современных и зачастую даже вредных материалов Ведь есть же конопатка, можно качеством проконопатить дом и у вас вообще не будет никаких проблем Вы будете в этом доме жить долго, наслаждаться годами, веками, проблем никаких не будет Вот сегодня я хочу просуждать на эту тему зерном конкретно сегодняшнего видеоролика Служит другой мой ролик, который называется Как правильно утеплить дом из бруса, который за полгода примерно набрал более 200 тысяч просмотров Там более тысячи различного характера комментариев Если взять соотношение лайков и дизлайков, то примерно 10% людей считают, что мы там все сделали неправильно Соответственно, они эту информацию транслируют в комментариях Если взять много разных комментариев, их можно разделить на группу Самый основной комментарий это по поводу того, что деревянный дом утеплять не нужно Мы все там неправильно делаем Он там гниет, спореет Систему мы сделали неправильно На эту тему по поводу усадки, по поводу спреет, не спреет По поводу точки красы будет отдельный ролик, может быть даже прямой эфир Сегодня я в целом хочу просуждать по поводу утепления дома Мы занимаемся кровельными фасадными работами Кстати, ссылку на этот ролик я оставлю в описании Мы занимаемся кровельными фасадными работами Зачастую к нам люди обращаются с таким запросом, как Можете ли вы там нормально, качественно утеплить нам дом Первостепенно у этих людей стоит вопрос именно по поводу утепления Если взять вообще статистику, которую я сегодня посмотрел в Яндексе И в Яндексе есть такой сайт Яндекс.Статистика Где вы можете любой запрос, например, телефон, айфон Вбиваете этот запрос и смотрите, какое количество людей Конкретно в Яндексе за месяц вбивало этот запрос Также это можно сделать и по утеплению Запросом утепления деревянного дома конкретно за месяц На сегодняшний день этим запросом интересовалось 21 193 человека Если взять мой ролик на моем канале, чтобы далеко не бегать Вот за полгода он набрал более 200 тысяч просмотров Соответственно, я понимаю, что этот запрос достаточно популярный И думаю я, что большинство людей, которые интересуются этим запросом Уже живут в деревянном доме И этих людей конкретно что-то не устраивает Что? Ну, это сложно сказать Кого-то, может быть, не устраивает отопление Деньги за отопление, которые они тратят Кого-то, может быть, не устраивает Есть такое понятие тепловой комфорт Может быть, кого-то не устраивает тепловой комфорт Но, тем не менее, этих людей что-то не устраивает Они уже живут в этом доме Я понимаю, если, например, рассуждая на тему Когда человек еще не живет в каком-то доме Он живет в квартире Задумывается о строительстве загородного дома Выбирает какую-то технологию Оставил свой взгляд на технологию из дерева Из бруса или из бревна Ищет какую-то компанию В Москве есть много разных выставочных мест Где ты можешь приехать и конкретно посмотреть Какую-то строительную деревянную технологию Из бруса или из бревна Я по таким выставкам много ездил Спрашивал у продавцов Кстати, когда я спрашивал у продавцов Нужно ли утеплять деревянный дом Все продавцы мне однозначно отвечают Нет Деревянный дом утеплять не нужно Этот дом энергоэффективный 15 см, это энергоэффективно 20 см, кто-то говорит, что это энергоэффективно Короче, по факту Продавцы всегда говорят о том Что деревянный дом это очень энергоэффективно И, короче, допустим Этот человек, который не разбирается в строительстве Попадает к такому продавцу Этот продавец убеждает Что именно эта компания должна строить домокомплект Они заключают договор Человек, какой-нибудь программист платит деньги И начинает заниматься своими делами Дальше, когда он начинает жить в этом доме Он для себя понимает, что Наверное, та информация, которую дал продавец Она немного такая субъективная Потому что объективно, конкретно для этого человека Его что-то не устраивает Поэтому ко мне, собственно говоря, обращаются люди С таким запросом, чтобы мы, грубо говоря, утеплили Потому что продавец, который занимается деревянным домом Строительством деревянного дома Он всегда будет говорить о том Что деревянный дом утеплять не нужно Что этот дом энергоэффективный и комфортный Потому что если он будет говорить обратно То насколько у этого человека Или у этой компании упадут продажи Я думаю, что они упадут в разы Поэтому продавец всегда будет говорить о том Что деревянный дом утеплять не нужно Объективно Объективно Не каждому человеку нужно утеплять дом Потому что понятие хорошо и плохо Оно у каждого человека свое И, например, если мне в этом доме будет жить комфортно Это не значит, что мои супруги Или моим детям Тоже будет в этом доме жить комфортно Возможно, они будут Для себя находить какой-то дискомфорт Собственно говоря, по этой причине Люди и задумываются о том Что нужно утеплять деревянный дом Дальше Конопадка Давайте с вами порассуждаем Значит, вы мне пишите По поводу того, что Если, например, мы убрали утеплитель Сделали качественную конопадку То человеку будет в этом доме жить комфортно Я, значит, сразу начинаю рассуждать Если я нанимаю компанию Которая приезжает мне ставить домокомплект Я живу в этом доме 2-3 года Этот дом уже проконопачен И должен проконопачен Быть профессионально То Мне в этом доме жить некомфортно Я делаю вывод, что Эта конопадка Это вообще что-то непонятное Потому что если 3 года проходит И мне в этом доме жить некомфортно Это получается, что я каждые 3 года Должен заново этот дом конопатить И смысл То есть я его должен каждые 5 лет красить Каждые 5 лет конопатить Это очень непонятная система получается Не дома, а какой-то По факту получается какой-то геморрой Один мой знакомый, который занимается Деревянным домостроением Он мне сказал, что конопатка Это уже на сегодняшний день Какой-то устарелый вид герметизации дома Что этот сложно контролируемый процесс Что люди, которые делают конопатку Они должны быть добросовестными людьми И что конопатка Даже если ее там супер идеально как-то делать Это какое-то временное мероприятие Что конкретно мой знакомый Перешел на герметики Использует профессиональные герметики снаружи Использует профессиональные герметики внутри Дома, внутри здания Таким образом создается такой Воздухонепроницаемый Воздухонепроницаемый контур Исключена эксфильтрация и инфильтрация воздуха В этом доме становится жить намного комфортнее Так он мне говорит Я, честно говоря, 100% не могу сказать Потому что в деревянном доме не живу И объективно такую информацию я не могу дать К нам, когда люди обращаются Они сами становятся инициаторами Такого момента, что дом деревянный нужно утеплять Друзья, спасибо! Последний пункт моего сегодняшнего монолога Давайте посмотрим на экран моего монитора Хочу вам показать строительный калькулятор Который называется SmartCal Вот он Этот калькулятор Вот так он выглядит Это интернет Интернет-калькулятор Каждый может его в Яндексе набрать Нас конкретно в этом калькуляторе интересуют Разделы расчеты Подраздел тепловая защита Нам нужно вставить слой Допустим, мы строим дом из бруса 200 на 200 Толщина 200 миллиметров Вот он этот брус Дальше снизу у нас уйдет Какие-то характеристики Какие-то характеристики этого бруса Значит, сопротивление теплопередачи Ограждающей конструкции R 1.27 Дальше идут Санитарно-гигиенические требования Видите, вот эти вот все цифры Они красные Дальше у нас вот этим красным контуром Обведена какая-то информация Это по сути вывод Где написано Эксплуатация такой конструкции недопустима То есть ограждающая конструкция Не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам По тепловой защите Также ограждающая конструкция Не удовлетворяет нормам По тепловой защите Если, например, мы сделаем толщину Не 200, а 250 мм То у нас санитарно-гигиенические требования Становятся зеленым цветом То есть они уже проходят Наша табличка Вот этот вот вывод Он теперь становится желтым цветом Ограждающая конструкция Удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам По тепловой защите И ограждающая конструкция Не удовлетворяет нормам По тепловой защите То есть санитарно-гигиенические нормы У нас удовлетворяются То есть у нас точно не будет проблем С конденсатом С грибком С плесенью Но Так Конструкция не будет по тепловой защите То есть С точки зрения утепления В этом доме Немножко будет Холодновато Жить зимой Здесь кстати мы тоже можем поменять Например влажность Делать внутри 50 Снаружи там минус 30 Вот у нас Вот это выполняется Но в этом доме Будет немного холодновато Теперь давайте вернем это На 200 миллиметров И добавим сюда Например Стекловолокнистую Стекловату Минеральную вату На основе стекловолокна Плотность 20 килограмм на куб Толщиной 100 миллиметров Мы сразу видим Что у нас картина меняется Сопротивление теплопередачи Ограждающей конструкции Вот эти все цифры Три Они зеленого цвета Вот эта вот Наша Обводка тоже стала Зеленого цвета Ограждающая конструкция Удовлетворяет Санитарно-гигиеническим Нормам по тепловой защите Также ограждающую конструкцию Удовлетворяет Нормам по тепловой защите Вне зависимости От иных требований То есть Наша По сути стена Стена становится В три раза Теплее Если мы убираем Этот слой Это у нас получается Один двадцать семь То есть Как-то так Итак Какой итог Из моего сегодняшнего монолога Если мы смотрим На программу Которую вы только что Увидели На калькулятор Смарткал Каждый может его найти Спокойно в интернете В гугле В яндексе Без проблем Вот Вы увидели Что Брус толщиной Двадцать сантиметров Если мы доверяем Конкретно этому Калькулятору Мы видим Что он Достаточно Косячный Что там могут быть Проблемы С образованием Грибка Плесени Если мы говорим Про дом В котором Вы будете Проживать Постоянно Могут быть Проблемы С точки Росы Если мы делаем Толщину стену Двадцать пять Сантиметров То с точки зрения Гигиена Вот этих процессов Конденсата Грибка Плесени Они В принципе Исключены Но в этом доме Будет жить Достаточно Достаточно Прохладно Достаточно Дискомфортно Если мы Добавляем К брусу Двадцать сантиметров Минеральную вату Толщиной Десять сантиметров Ну или каменную вату Толщиной Десять сантиметров В целом Теплофизика У них Примерно Похожа То Наша Конструкция Наша стена Становится Намного теплее Все показатели Все три цифры Они становятся Не красными А зелеными Табличка У нас Становится Тоже зеленая Где Черным по белому Написано Что с точки зрения И гигиены С точки зрения И Тепла Да Это здание Становится Намного комфортнее Поэтому Я бы вам Посоветовал Что Если вы строите Деревянный дом Для временного Проживания Когда вы приезжаете Весной Осенью Может быть Приехать На новогодние Праздники То Наверное Нецелесообразно Вкладываться Вкладываться В утепление Окупаемость Этого мероприятия Будет Очень Долго Если мы говорим Про дом С постоянным Проживанием То я бы вам Наверное Рекомендовал Его утеплить Утеплить Именно толщиной 10 см Либо минеральной Либо каменной Ватой По деревянному Каркасу Такая конструкция Мы видим Становится Намного Более теплой Намного Более комфортной И В конечном Результате Вот эти мероприятия Они должны Выдать Свои плоды С точки зрения Затрат на отопление С точки зрения Такого понятия Как тепловой комфорт На сегодня Мой монолог Закончен Спасибо за внимание Спасибо То что смотрели Если у вас есть Какие-то вопросы Пишите их Конечно же В комментариях А так Всем удачи Желаю Чтобы вы не болели Желаю Чтобы вы строили Свои дома Без ошибок Всем пока Субтитры